Открытие нового вида людей – событие экстраординарное. Спелеологам Стивену Таккеру и Рику Хантеру необычайно повезло. Забравшись в пещеру Динолейде системы Райзен Стар в Южной Африке, пройдя шкуродер путь Супермена и полюбовавшись на сталактиты главной камеры, спелеологи стали искать место для удачной фотографии и в дальнем конце камеры обнаружили новый проход. Протиснувшись через нору пасть дракона, усаженный острыми камнями, Таккер и Хантер попали в ранее неизвестную камеру. В глазах их предстала невиданная картина – пол, усеянный человеческими костями. Спелеологи сообщили о находке антропологу Либергеру, который организовал экспедицию за сокровищами пещеры. Ученым удалось добыть полторы тысячи фрагментов костей от как минимум 15 скелетов. Новый вид назвали Homo naledi. Благодаря обилию материалов теперь мы знаем очень много об этом виде до сих пор остававшимся неизвестным ученым. Нaledи оказались крайне странными людьми. В их строении сочетались и очень примитивные, и очень прогрессивные, и специализированные черты. Рост людей из Rising Star был около полутора метров. Общие пропорции, соотношение ширины плеч к росту и длины рук и ног были скорее человеческими. Однако некоторые детали строения на леди очень необычны. Череп на леди был очень маленьким. Размеры строения мозга напоминали австралопитековые, однако челюсти и зубы оказались меньше, чем даже у современного человека. Рука на леди по пропорциям похожа на нашу. Большой палец крайне велик, но кисть не обладала полным трудовым комплексом, а пальцы чрезвычайно сильно изогнуты. Сильнее, чем у шимпанзе. Грудная клетка узкая сверху и широкая снизу, как у обезьян. Наледи явно имели большой живот, но вряд ли умели говорить. Стопа на леди очень мало отличалась от нашей. Они могли уверенно ходить на двух ногах. Наледи жили в саваннах Южной Африки 250-300 тысяч лет назад, но в это же время там обитали гораздо более похожие на нас люди, наши предки. Благодаря черепам из Брокенхилла и Салдании мы знаем, что по тем же просторам рядом с хомона леди ходили крупные, массивные и мозговитые охотники, протосайпиенсы, люди родезийские. Как складывались отношения столь разных видов? Пока мы этого не знаем, но легко догадаться, что вряд ли они дарили друг другу цветочки. Образ жизни Наледи нам пока почти неизвестен. Южная Африка того времени была довольно засушливым местом. Возможно, Наледи питались клубнями или плодами. Жизнь в открытой саванне полна опасностей. На костях Наледи не сохранилось следов зубов хищников, но мало сомнений, что малорослые и не слишком интеллектуальные человечки регулярно становились добычей древних кошек и гиен. Были ли Наледи способны на человеческие мысли и чувства? О чем они думали? Что их занимало? Какие переживания обуревали их души? Размышляли ли они о жизни и смерти? Их мозг был невелик. Мы даже не знаем, умели ли они изготовлять орудия труда. Однако, быть может, кости неспроста найдены в темной глубине пещеры. Возможно, оплакивая умерших, родственники уносили останки туда, где им был обеспечен вечный покой. И ныне Великая Слава! Люди Наледи остаются загадкой. Слишком много предположений, слишком мало фактов. Открытие Наледи поставило много трудных вопросов. Таков закон развития науки. Чем больше мы узнаем, тем шире спектр новых поисков. Мы, несомненно, узнаем еще много нового и про загадочные альтернативные человечества, и про наше собственное прошлое. А для этого надо искать, надо думать, надо не бояться неизвестности. В пещере Лисейди уже обнаружены новые останки этого вида. Впереди нас ждут удивительные открытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...